В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, Всемирный Совет Национальных Католических Церквей. И это 228 серия программы «Задето заживое», в которой я даю свой комментарий на разного рода события, тренды или явления, так или иначе задевающие лично меня заживое. Не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. В Москву пришла зима, холода, одинокие дома. Что там еще пришло? Короче, снег выпал довольно много. Сегодня, кстати, обещают еще вечером, что навалят прямо. Ого-го-го. Сразу проблемы с парковкой, сразу гололедица. Ненавижу, кстати, это слово гололедица. Ну вот, оно такое же мерзкое, как слово картофель. Ну, гололед, в общем, у нас. Я знаю, читал где-то, чем отличается гололедица от гололеда. Ну, так и не запомнил. И мне, честно говоря, все равно. То есть, на самом деле, в общем, скользко. Вот я что хочу сказать. В Москве вся логистика из-за этого пошла просто прахом. Из-за этого случаются досадные казусы. Я хотел было прям вот жаловаться, что-то гневно обличать. Но понял, что, ну, что? Вот я, кстати, вчера, ну, прям там наорал опять на некоторых менеджеров, на работников техподдержки. Прям вот неприятно аж самому. И сегодня с утра. Ну, потому что все. Тут мне лекарства выписали сложные, очень какие-то непростые. Так их не достать. Я, короче, без рецепта не продаются, домой не доставляются. И я из-за этого очень переживаю. Уже неделю не могу лекарства эти получить. Никак. Там смотрел, тут смотрел. Нету. Под заказ. Значит, отправляют сообщение, что привезли. Прихожу в аптеку. Не привезли. Из-за этого там мерзнешь. Там все. Ну, я просто к чему? Что бедные ребятишки не могут понять ничего. Логистика, да, вот сбои. Вот ничего не можем доставить. Да вплоть до того, что вчера уже не было вообще никакого времени. Просто ни минуты не было свободной. Думаю, ну, ладно, я вот съезжу за лекарствами. Пришла смс-ка, что доставили их. Все, можно забирать из аптеки. По рецепту там, ну, правда, есть какие-то такие серьезные лекарства. Выписал врач. До 10 у меня лекция вечера. Уже там в 11. Холодно, темно, скользко. Каршеринг. Пошел каршеринг. А каршеринг вот такой. Сити-драйв. Тоже же звонил, ругался. Говорю, ну, как у вас на линии такая машина? Ну, кто знает, ну, после такого ДТП. Как вы вообще могли? Ну, а с другой стороны, я понимаю, вот девочка сидит в техподдержке, она эту машину в глаза не видит. Там, с другой стороны, они, конечно, все время кричат там, что у них датчики умные, что все у них умное, что все вот это, все они видят. Ну, в общем, очень непросто сейчас. Из-за погодных условий, правда, вот все как-то пошло наперекосяк. А тут еще вот вечером нужно мне сегодня пойти на мероприятие. Пригласили одно, тоже религиозное такое. Потом у меня лекции тут. Я, честно говоря, лекции в пятницу. Кстати, приходите. Кто любит неопротестантские фобии, вот в Светловке, если кто-то в Москве, ну, просто заходите. Прям никакой трансляции, естественно, не будет. Не знаю, будет ли запись. Я-то планирую ее сделать, но не понимаю я, получится или нет. Ну, в общем, сплошные уравнения с неизвестными. Очень непросто сейчас с погодой в Москве. Берегите себя. Вот я что хотел сказать. Не хотелось жаловаться вам, потому что, наверное, конечно, у людей есть более серьезные проблемы. То, что тебя раздражает, то, что ты вот ночью пошел за лекарствами, а их не оказалось, их не привезли, хотя тебе написали, что привезли. Подошел там к машине, долго шел, навигация не работает. Все понимаем мы. Да, навигация сейчас работает плохо. Сегодня с утра опять же там отразили беспилотник где-то в Подмосковье. Ну, все понятно. Дошел до машины, а ехать на ней нельзя, потому что она разбита в хлам просто. И ты вот думаешь, ну, это, конечно, проблема. Проблема, но, честно вам скажу, от этого, в общем-то, никто не умер. Да, возможно, я простыл вчера, кстати, пока ходил там в летних ботинках. Ну, если это вызывает, вернее, у меня раздражение, я всегда вот так отношусь к жизни, значит, это сейчас самая серьезная твоя проблема. А если вот это самая серьезная твоя проблема, то ты, в принципе, счастливый человек. Хотя, на самом деле, конечно, у меня есть несколько проблем гораздо серьезнее. Они меня не раздражают, они меня прям печалят, вводят в уныние. Одна из них — это то, что мы никак не можем свести финансовые концы с концами. Но это уже такая затяжная песня. Ну, и тоже вроде вот все сыты, обуты, относительно здоровы, хотя дети, конечно, болеют. Сейчас по ветре опять по Москве идет. Я это к чему все рассказываю? Не к тому, чтобы жаловаться, а к тому, чтобы мы, ну, как-то здраво оценивали масштаб и глубину своих проблем и понимали, что на самом деле многие из наших проблем — это вообще не проблемы. А проблемы есть у людей гораздо серьезнее. Кто-то на грани самоубийства, кто-то потерял родных и близких, кто-то остался без жилья, совершенно без средств к существованию, кто-то вот голодает сейчас, прям терпит голод, кто-то мучается в предсмертной агонии, кто-то готов отдать все сокровища мира за то, чтобы просто пройтись поздно вечером до каршеринговой машины и увидеть, что она не годится для аренды, зайти в ближайший магазин, греть руки возле батареи. Вот человек бы, наверное, все отдал, чтобы вот пройтись хотя бы своими ногами. И я вот это все думаю об этом. Думаю об этом. И это прям очень сильно меня задевает за живое, потому что очень неприятно в себе обнаруживать вот такую раздражительность, такую даже иногда злобу. Ну, все ведь познается в сравнении. Поэтому я вам хочу пожелать, дай вам Бог здоровья, пусть никакие внешние обстоятельства не изменят вашей уверенности в том, что Бог все держит под контролем, что все не зря, что каким-то образом все разрулится в лучшую сторону. Обязательно все будет хорошо, потому что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Как сказано в Писании, и верен обещавший это. Держимся, друзья мои, и молимся друг о друге. Сто пятнадцать лет назад родился Николай Николаевич Носов, один из моих любимейших детских писателей. Сто пятнадцать лет ему могло бы исполниться 23 ноября. Он родился в 1908 году в Киеве. В юности перепробовал множество занятий. Был землекопом, косарем, водщиком бревен, торговцем газет, радиолюбителем, электротехником, фотографом. Занимался музыкой, пением, играл в шахматы. Поступил в художественный институт, перевелся в Московский институт кинематографии. Ну и стал режиссером учебных фильмов для Красной Армии. И в сорок третьем году был награжден даже орденом Красной Звезды, потому что снял какой-то гениальный учебный фильм для танкистов, за который получил даже государственную премию. То есть человек, как это, талантливый человек, талантлив во всем. И тогда же, примерно в конце 30-х годов, он начинает писать. Много пишет для детского журнала «Мурзилка». И выходят его коротенькие детские рассказы, которые потом прочту я в конце 70-х уже годов. И на них я буду воспитываться. Конечно, я помню, что все эти вот рассказы про Мишку, начинающиеся с «Мишкиной каши». В детстве я очень любил читать вслух. И я постоянно искал аудиторию, кому бы можно было что-то вслух почитать. Может быть, поэтому я и стал проповедником, служителем церкви. Люблю вслух читать кому-нибудь чего-нибудь. Ну и, конечно, самой благодарной и всегда под рукой находящейся аудиторией была моя бабушка. Она была полуграмотная. Она и читала, и писала очень плохо. Поэтому в детстве она никогда зато не отказывалась слушать, как я ей читаю книжки. И ей это очень нравилось. И мне это очень нравилось. Я подходил и говорил, бабуля, давай я тебя почитаю. Давай. Я читал бабушки, и я помню, как «Мишкина каша» ее привела просто в какой-то неземной восторг. Она хохотала, как ребенок. И все рассказы Носова про Мишку. Это, конечно, был вот такой шедевр для моей бабушки. И для меня тоже, кстати. Помню, что в детстве меня потряс рассказ Носова «Огурцы». Ну, как потряс. То есть, я не увидел там чего-то экстраординарного. И я вот сейчас думаю, да, то есть, я про этот рассказ слышал сейчас только негативные отзывы. И я подумал, боже мой, что же с нами стало, если то, что было абсолютно нормально в моем детстве, сегодня воспринимается как абьюз, как насилие, психологическое насилие над ребенком и так далее. Ну, кто не читал «Огурцы», ребят, ну, надо прочитать. Хотя, опять же, я вот даже боюсь современному поколению это давать, потому что у меня с младшей дочерью был разговор по поводу этого рассказа. Она мне верит, безусловно, но она, видно, что она прям, ну, как-то это, прям с недоверием, ну, то есть, так она смотрела на меня, чё, серьезно, вот так вот. Ну, вы же помните, да, что там происходит. Там Котика и Павлик, значит, воруют огурцы с грядки после рыбалки. Причем там Павлик хитрый, он свои огурцы отдает Котике, а Котика домой идет и думает, что там им сторож свистел, но их не догнал, сторож старенький уже, значит, это... И вот ворованные эти огурцы приносит мальчик домой, начинает их выгружать, и между ним и мамой происходит диалог, который с современным, наверное, детским психологом или, там, современным детям, избалованным ювенальной юстицией, кажется просто невероятным. Я вам зачитаю этот диалог. Мама посмотрела, а у него полные карманы огурцов, и за пазухой огурцы лежат, и еще в руках два больших огурца. Где ты их взял, говорит мама? На огороде. На каком огороде? Там, у реки, на колхозном. Кто ж тебе позволил? Никто, я сам нарвал. Значит, украл? Нет, не украл, а так просто. Павлик брал, а мне нельзя, что ли? Ну и я взял. Котика начала вынимать огурцы из карманов. Постой, постой, не выгружай, говорит мама. Почему? Сейчас же неси их обратно. Куда ж я их понесу? Они на грядке росли, я и сорвал. Все равно они теперь уже расти не будут. Ничего, отнесешь и положишь на той же грядке, где сорвал. Ну, я их выброшу. Нет, не выбросишь. Ты их не садил, не растил, не имеешь права и выбрасывать. Котика стал плакать. Там сторож, он нам свистел, а мы убежали. Вот видишь, что делаете? А если бы он поймал вас, он не догнал бы, он уже старенький дедушка. Ну, как тебе не стыдно, говорит мама, ведь дедушка за эти огурцы отвечает, узнает, что огурцы пропали. Скажет, что дедушка виноват. Хорошо будет? Мама стала совать огурцы обратно коське в карман. Котика плакал и кричал. Не пойду я, у дедушки ружье. Он выстрелит и убьет меня. И пусть убьет. Пусть лучше у меня совсем не будет сына, чем будет сын вор. Ну, пойдем со мной, мамочка, на дворе темно, я боюсь. А брать не боялся? Мама дала котике в руки два огурца, которые не поместились в карманах, и вывела его за дверь. Или неси огурцы, или совсем уходи из дому, ты мне не сын. То есть, по современным меркам мать, конечно, жестит. То есть, я поражаюсь, что современные дети, и даже многие современные взрослые, не считывают совершенно никакого подтекста. Понятно, что мать, я не удивлюсь, если она там кралась на самом деле следом, чтобы проконтролировать всю ситуацию. Потом быстро бежала домой. То есть, мать все это делает, конечно, в педагогических целях, потому что именно так жестко и нужно пресекать воровство. Потому что грех ребенка, он всегда смертный грех. То есть, первый грех, он всегда совершается с полным таким осознанием, абсолютно добровольно и против серьезной материи, если он совершается. То есть, это такая, знаете ли, ну, очень важная педагогическая проблема, когда ты либо покажешь ребенку, что ничего страшного, либо ты покажешь ребенку, что это действительно страшно, что это чревато смертью, что воровство чревато смертью. Кажется, что многие сегодняшние христиане не верят в то, что похоть зачавши рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Смерть, конечно, не обязательно физическая, не обязательно тебя дедушка из ружья убьет, но в конечном итоге это смерть, смерть вечная. И если с грехами ничего не делать, если к ним привыкать, то это путь к вечным мучениям. И интересно, что в советское атеистическое время понимали всю серьезность того, что если твой ребенок украл, то надо очень серьезно к этому отнестись. А не просто провести какую-то мягкую беседу, чтобы ребенок принял себя, потому что ни в коем случае чувство вины не вызвать, что-нибудь вот такое. Конечно, и вот почему-то по современным меркам многим современным читателям кажется, что мать там жестит, просто перегибает палку. Для нас в детстве это было абсолютно нормально. То есть дети сейчас смотрят недоверчиво, и они говорят, ты что бы так тоже сделал, папа? Ну, я детям-то своим отвечал, вы не давали повода так делать, слава богу, отвечаю я, да, то есть им, потому что подобные вещи я объяснял достаточно жестко в детстве. Уж как сейчас люди поступают, выросшие мои дети, это уже их ответственность, но в детстве все было предельно жестко. И в детстве, по крайней мере, они не давали повода мне так делать, действительно. И, видимо, в обществе вот правда что-то сломалось, если это вызывает недоумение у детей, а у некоторых взрослых желание позвонить в ювенальную полицию какую-нибудь, лишить родительских прав. В рассказе все, конечно, кончается хорошо, как и положено, да, собственно, так и в жизни. Нет, это очень психологически верный рассказ. Котика дрожа от страха, идет к сторожу, и между ними происходит диалог, значит, это значит, я вам свистел, а вы все-таки огурцы-то стащили. Нехорошо. Павлик брал, и я взял, он мне свои огурцы отдал. Вот это уже прям аллюзия. Жена, которую ты мне дал, да, там, змея бальстил меня. То есть, попытка перекладывать ответственность на общество, на то, что вот все вокруг так делают. А, значит, ты на Павлика не смотри, сам понимать должен. Ну, больше так не делай, давай огурцы, иди домой. Котика вытащил огурцы и положил их на грядку. Вот поразительно, что сторож педагогически тоже верно поступает. Он не отдает ему эти огурцы, как бы нивелируя совершенно вот мужественность поступка человека, который раскаялся в своем деянии и пришел возместить ущерб. Ну, там, то есть, вот, там только один есть педагогический эффект. Ну, сейчас, да. Ну, все помнят, наверное, но я не удерживаюсь, все равно прочитаю. Ну, все, что ли, спросил старик? Нет, одного не хватает, ответил котик. И слома заплакал. Почему не хватает? Где же он? Дедушка, я один огурец съел. Что теперь будет? Ну, что ж будет? Ничего не будет. Съел, ну и съел на здоровье. А вам, дедушка, ничего не будет за то, что огурец пропал? Ишь ты, какое дело, усмехнулся дедушка. Нет, за один огурец ничего не будет. Вот если бы ты не принес остальных, тогда да, а так нет. Ну, понятно, мы все взрослые, понимаем, что деду ничего бы не было, конечно, из-за всей эти огурцы там и так далее. Ну, не за один, не за все, но интересно, что даже если вот формально, ну, то есть как бы вот ничего не произошло, но ты-то совершил грех реальный, да? То есть это, как вот, знаете, есть разница между субъективным и объективным грехом. Это вот всегда рассказывают на занятиях по нравственному богословию, что если ты гневался на человека и решил его убить и взял нож и пошел к этому человеку, вот он там спит, лежа на кровати. Ты подошел, значит, к кровати, взял нож и, желая человека убить, нанес ему там 10 колотых ударов ножом, значит, кинул нож там и убежал. То есть ты совершил убийство явное такое, да? Ты хотел его совершить, ты его совершил. Но на следующий день ты вдруг узнал, что тот человек знал, как ты узнал о твоих намерениях и заранее спрятался там в шкафу, а в кровати лежала кукла. Ну, просто там муляж человека и так далее. А ты в злобе этого не заметил. Ты шесть раз ударил куклу и так далее. То есть как бы объективно ты никого не убил. Да, то есть объективно же никто не пострадал. Но перед Богом ты совершил смертный грех. Если ты в нем не раскаешься, ты пойдешь в ад. Это очень важно понимать, потому что грех становится грехом, когда у тебя есть намерение совершить грех, и ты это намерение осуществляешь. А результаты уже не так важны. Вот поэтому мы все, конечно, понимаем, что дедушки бы ничего не было. Но это как раз совершенно не важно. Потому что если ребенок что-то украл, значит так и будет. Ну, в общем, котик побежал домой, потом вдруг остановился и закричал издали. Дедушка, дедушка. Ну, что еще? А этот вот огурец, что я съел, как будет считаться, украл я его или нет? Дед, между прочим, это очень важный моральный вопрос. Сказал дед, вот какая задача. Ну, чего там, пусть не украл. А как же? Ну, считай, что я тебе подарил его. Спасибо, дедушка, я пойду. Иди, иди, сынок. И вот здесь мы видим, да, то есть человек на себя взял материальную ответственность за этот огурец и его дарит. Как бы дедушка тут от имени Бога, да, приносит умилостивление. Ну, то есть, если придется, он заплатит из своего кармана. Слушайте, в моральном отношении рассказ о огурце Носова очень полезная штука. Прям гиперполезная. И то, что современные родители часто не читают этого рассказа своим детям, на мой взгляд, большое упущение. Ну, собственно, общество, в котором мы живем сейчас, пожинает плоды того, что когда-то детям перестали читать рассказы, подобные вот этим огурцам Николая Носова. Слушайте, а веселая семейка про то, как мальчики там сделали инкубатор и сами вывели цыплят. Сегодня это был бы убойный контент для Ютуба просто, да. То есть, я все детство мечтал так же сделать, но у меня не было ни тети, никого знакомого в деревне, чтобы свежие яйца куриные взять из-под наседки и самому сделать инкубатор. Но там-то все ведь заканчивается хорошо, они действительно выводят цыплят. Это, ну, потрясающий эксперимент. А Витя Малеев в школе и дома, я помню, это было как-то настолько невероятно, что я пришел в класс и спросил, кто читал. Читали там многие. И я сказал, слушайте, надо, чтобы у нас в классе было прям вот так же. Ой, это просто... Все сказали, да, хорошо бы. Конечно, у нас так не было. Вот Николай Николаевич Носов смог все время создать какую-то такую мечту, к которой хочется стремиться. Был награжден Сталинской премией, кстати, за литературную деятельность. Ну, а вершина его творчества, мне кажется, это вот трилогия про Незнайку. Причем, ну, как бы высший пилотаж, это последняя часть этой трилогии, это Незнайка на Луне. За эту трилогию вообще он тоже получил государственную премию РСФСР имени Крупской. Потому что, когда я прочел Незнайку на Луне, в общем-то, с тех пор, вернее, как я прочел Незнайку на Луне, я разбираюсь в капиталистической экономике. Это настолько потрясающий учебник по капитализму, что лучшего не надо. Вот читайте Незнайку на Луне, и вы увидите, как устроено капиталистическое общество, поймете то, что вот сейчас там говорят сложным языком. То есть я узнал, что такое акции, почему ночлежка приносит больше дохода, чем фешенебельная гостиница, как работает биржа, как создаются большие концерны, как разоряются мелкие предприниматели и так далее. То есть вот этот лунный капитализм, да, то есть там мы видим олигархия, которой на самом деле принадлежит власть вот на Луне, нет как таковой официальной действующей политической власти, потому что все понимают, что она, да, в общем-то, и не нужна, потому что олигархия всем правит. Там преследуются профсоюзные рабочие организации, там много фиктивного капитала торговли акциями, в том числе и несуществующими уже. Там описана монополизация целых отраслей экономики, так называемые вот бредламы там, да, там говорящие названия, давилон, значит, паника на давилонской барже, вместо биржи там баржа, значит, баржа. Вот там морское побережье, на котором пончик добывает соль и становится богатым там предпринимателем, принадлежит землевладельцу Дракуле, значит, там Спруц, Жулио, Мига, Скуперфильд, ну, слушайте, там много говорящих названий, там нечестная конкуренция, демпинг, когнитивная война, да, то есть вот вбросили информацию, что украденные деньги в шинах спрятаны и все шины там взрезали, безработица, паденный труд, значит, ночлежки, обман потребителей, вот на примере лоукостеров, там, да, типа вот гостиница экономическая, где все вроде бы дешево, но за каждый чих ты потом доплачиваешь, 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 податливость населения рекламе, вот я честно вам скажу, я вообще не понимаю, как люди, читавшие «Незнайку на Луне», могли поверить там МММ, финансовые пирамиды и так далее, то есть жалеть не будут кротышки и не потратят деньги зря, коль будут все жевать ковришки конфетной фабрики «Заря», это, ну, слушайте, там продакт-плейсмент описан, там демонстративное потребление, кредиты, там Козлик, помните, покупает автомобиль в кредит, ну, то есть примитивный кинематограф, телевидение и живопись, мазня под видом абстракции, выдаваемая за искусство, там фильмы ужасов низкопробные, там «Таинственные незнакомец» или рассказ о семи задушенных и одном утонувшем в мазуте, боевики, вот этот остров дураков, где люди в баранов и овец превращаются, там воздух такой, цензура, пренебрежение фундаментальными научными исследованиями, свободная торговля оружием, штрейкбрейхеры, чрезвычайное введение чрезвычайного положения, все это вообще описано в игровой форме в «Незнайке на Луне», это просто, ну, невероятный такой учебник по капиталистическому сообществу. Если вы в этом смысле не читали «Незнайку на Луне», то прочитайте, вам станет понятно, как устроено наше современное общество. Я с тех пор это хорошо помню, поэтому не обольщаюсь по поводу никакой политической системы вот в нынешнем мире, а типа такое коммунистическое общество цветочного и солнечного города, где живут коротышки, ну, тоже, конечно, там менее завуалировано, все это очень похоже на коммунизм, описанный вот у Ефремова, но мы все понимаем большие-большие-большущие просто изъяны вот устройства этого типа коммунистического общества, да, то есть мы понимаем, что оно сказочное. И вот гениальность Носова в том, что он как раз и описывает цветочный и солнечный город как сказку, а вот капиталистический мир как ужасающую реальность. Нет, там, конечно, потом происходят революции, и все становится хорошо, но на самом деле мы все понимаем, что превратить капиталистическое общество в сказку, в общем-то, невозможно, даже если у тебя есть серьезная научно-техническая база для этого. Тем не менее, вот огромный образовательный, так сказать, потенциал этой книги очень многими недооценен. Больше всего в этой трилогии, конечно, науки было. Я очень хорошо помню, когда я прочитал, как Незнайка открыл вот эту невесомость, создал прибор невесомости, у него вис, он лунный камень, который привез с Луны там, привязал к одному концу логарифмической линейки, а магнит, значит, магнитный железняк, к другому концу, и вот их там свел на определенное расстояние, и возникла невесомость. И я такой думаю, блин, мне было 10 лет, что ли, я в четвертом классе, и я такой думал, надо это сделать. Почему? У нас в кабинете биологии за стеклом лежали всякие минералы там, да, то есть вот, и там было написано полевой шпат, как сейчас помню в скобках, лунный камень. Логарифмическая линейка у нас дома была, у мамы, я ее попросил, да, она мне и сама их дарила, то есть у нее, она была чертерница и профессиональная логарифмическая, и про это инженером на заводе была, у нее логарифмических линейк было этих полно. И я даже помню, что я приносил ее в школу и показывал, как умножать при помощи логарифмической линейки. Там, конечно, ну, вообще-то гениальное изобретение, на самом деле. Ну, да ладно, не в этом дело. В общем, логарифмическую линейку я взял и пошел в кабинет биологии с друзьями, которые тоже читали «Незнайку на Луне», я их увлек этой идеей создать прибор невесомости. Мы пошли к учительнице и сказали, а можно нам лунный камень просто подержать? Ну, можно, типа, достало. А магнитный железняк есть у вас? Типа, что придумали, дураки, ну, как так, зачем вам? Ну, надо, обязательно надо искать. В общем, она пошла, и на витрине его не было, то есть это в шкафу, в таком за стеклом, там где-то в коробках с минералами, там с другими. Нашла, вот магнитный железняк. Значит, и мы так это привязали его веревочками к концам логарифмической линейки, и так это сближали, сближали, но невесомость почему-то не возникла. Тогда я сказал, может быть, не магнитный железняк, а просто магнит. Нет, мы подготовились, магнитики у нас были. Мы привязали просто магнит, стали сближать с лунным камнем, и невесомость тоже не возникла. Учительница не выдержала, сказала, что за дикий эксперимент, о чем вообще вы? Мы говорим, да мы думали, невесомость возникнет. Эту учительница биологии посмотрела на нас, как на безнадежно больных детей, но вслух ничего не сказала. Педагогическая школа была на высоте. Она нам не сказала, вы что, идиоты? Ну, нам было по 10 лет. Она нам сказала, а, это вы в Незнайки на Луне, что ли, прочитали? Да. Ну, вы же учтите, что это не настоящий лунный камень, сказала нам учительница биологии. Это полевой шпат, это наш земной камень. Вот если бы у вас был камень с Луны, может быть, оно бы и сработало. И мы такие, да, да, наверное, в этом дело, конечно. Но я не могу. Ой, тактичная учительница у нас была. Я еще думаю, вот сейчас, как можно было быть такими наивными в четвертом классе? Ну, тебе 10-11 лет. А с другой стороны, я подумал, а сегодняшние 11-летки все безумно от Влада Бумаги, Влада А4. И других подобных блогеров верят рекламе казино и прочего скама. Так что мы еще не столь были наивны-то на самом деле. Николай Носов, гений, конечно. Он ведь прозрел, как бы, многие изобретения. Технологии управления погодой. Там в солнечном городе коротышки рассыпают специальный порошок, чтобы вызвать дождь. И порошок, который может вызывать хорошую погоду. Сейчас это делают совершенно свободно. Беспроводную передачу энергии он описал. ГЛОНАСС-систему, да, и беспилотники. Вот там, помните, радиокомбайны. Вот, управляемые на расстоянии. Вездеходы, спиралиходы. Вот эти спиралевидные колеса, которые сегодня сейчас вот сконструированы и тоже запатентованы. Ультразвуковые отпугиватели грызунов и насекомых. Тоже до их изобретения он их там описывает. Коротышки посредством ультразвука уничтожают личинки вредителей. Видеосвязь. Голографические изображения. Ну, это много кто представлял себе. Ну, там дежурный директор гостиницы в виде голограммы приветствует, консультирует новых подстояльцев. Там паровой шкаф для ухода за одеждой. Сейчас компания LG их выпускает, а тогда это был просто, ну, типа, кладешь одежду в шкаф, а она ее там чистит, химчистка и отпаривание. Аудиокниги и медиаплееры. Робот-пылесос. Автобусы с телевизорами. Нам казалось тогда, ну, как это вообще автобус с телевизором? Сейчас в любой маршрутке там у нас уже был телевизор. Видеонаблюдение. Вращающиеся здания. Плоские широкоэкранные телевизоры. Там типографская машинка, которая напоминает принтер современный. Игровые автоматы. Автостульчики. Вот эти вот, которые, ну, самокаты напоминают. Сигвей. Робот-пылесосы, солнечные батареи и многое вообще другое там. Просто потрясающе. Так что я верю, что прибор невесомости у нас тоже не за горами. Кто-нибудь найдет нужную логарифмическую линейку, нужный лунный камень, соединить с магнитом, и все будет хорошо. Николай Николаевич Носов умер 26 июля 1976 года. Похоронен на Кунцевском кладбище столицы. Спасибо, дорогой Николай Николаевич, за наше счастливое детство. Ребята, 60 лет культовой программе «Спокойной ночи, малыши». Слушайте, я что-то и не знаю, а какая еще передача сохранилась с 63-го года? Какая? Назовите. И вот в эфире идет до сих пор. Ну, не знаю. Может быть, это даже рекордсмен. Надо как-то проверить этот факт. 60 лет. Это значит, три поколения сменилось. Я принадлежу, наверное, все-таки к первому поколению. Да, 63-й год. Ну, понятно, пока она раскрутилась. Вообще, она впервые в эфир вышла 1 сентября 64-го года. Но днем рождения считается 26 ноября 1963-го года. Ее начали создавать на шабловке. Была разработана идея-концепция. Придумывались первые сценарии. Эскизы кукол, декорации. В общем, это было что-то, конечно, потрясающее. Первоначально не было технической возможности эту передачу записывать. Поэтому она шла в прямом эфире. Можете себе представить. Сначала это были картинки с закадровым текстом. Потом появились кукольные спектакли. Небольшие пьесы. Ну, а потом уже в конце 60-х появились вот знакомые всем куклы-персонажи. На мой взгляд, золотое время передачи – это вот 70-е годы. Конец 60-х. И все 70-е годы – это вот когда появился сначала Филя. Потом Степашка и Хрюша-поросенок. То есть, вот это было три персонажа. Такой резонер, хороший поймальчик Степашка. Такой простоватый, но верный, значит, Филя. И вот отморозок совершеннейший Хрюшин. То есть, это идеальные три детских типажа, которые не нужно было, конечно, никем разбавлять. Но кому-то там, видимо, показалось, что это уже скучно. Исчерпало себя. Я помню, я ребенок. Я смотрел «Спокойной ночи, малыши». Начиная, видимо, с 74-го года, как родился. Что-то помню, что-то не помню. Ну, уже там годы 76-го-то я начал это уже все осознавать. И, конечно, Филя, Хрюша и Степашка – это были вот топ-олл-э-топ. Золотой век передачи. На моих глазах появилась неожиданно ворона Каркуша. В 82-м году она появилась. И вот я понимаю, что я уже в детстве был консерватором. Она вызвала просто глубочайшее неприятие. Особенно в тех выпусках, когда она была одна. Но я еще мог мириться, что ее как бы подселили к моим любимым трем персонажам. Но она вот совершенно смотрелась не при шее, кобыле, хвост. И это все прям, не знаю, новшеств я не любил. Был консерватором. А потом и Каркуша-то кишнокаркала. Да, мы же все помним, что после смерти дорогого Леонида Ильича Брежнева 11 ноября спокойной ночи, малыши, в эфир не вышло. Мы понимали, с пониманием к этому отнеслись. Да, и оскорбел Леонида Ильича. Но дальше, да, мне было что, 8 лет? В 82-м году-то, да? Значит, а потом как-то пропали Хрюша и Степашка. Сначала теть Валя Леонтьева с Филией вела эту передачу. А потом кукольных персонажей просто запретили. При Андропове кукол не было, при Черненко кукол не было. Но началась перестройка, пришел Горбачев и вернул кукол в эфир. То есть вот все говорят, что Горбачев ничего хорошего не сделал. Ребята, Горбачев вернул Хрюшу, Филю и Степашку в эфир. Я бы еще больше любил Горбачева, если бы он запретил Каркушу и прочих там. Мишутку, Цап-Царапычей и прочую вот эту просто невыразительную ерунду. Но уже к тому времени я повзрослел. И мне показалось, что передача скатилась в какое-то дно. Но на самом деле я просто повзрослел. А потом у меня появились дети. И они смотрели. Ну, старшие смотрели. Спокойной ночи, малыши. Младшая, наверное, не смотрела ни одного выпуска уже. Конечно, никто лучше Державина и Хрюшу не озвучил. Добрый вечер. Вот мы и снова с вами встретились. Здравствуйте, девочки и мальчики. Петлина. Во. Письмо получил? Я письмо получил. Прочитайте, пожалуйста. Там главное прочитайте, что я подчеркнула. Интересно. Интересно. Дорогой наш Хрюша. Да, это я. Ты все-таки удивительный поросенок. Большое вам спасибо за письмо. Пишите, пожалуйста, почаще. Мне такие письма. Я буду очень рад. Когда умерла Державина, Хрюша, похоже, умер тоже. Потому что вот голос того Хрюши уже никак не изменить. Вот тот Хрюша из моего детства. Это настоящий Хрюша. А сейчас ерунда, конечно. Хотя, конечно, актеры хорошие. Но нет. Державину не переплюнул никто. Ведущие. Дядя Володя Ухин. Тетя Валентева. Тетя Таня Веденеева и тетя Таня Судец. Тетя Лина Вовк. Ангелина Вовк. Дядя Юра Григорьев. Тетя Света Жильцова. Ну, потом, конечно, уже в 90-е, опять же, кто попал стал вести эту передачу, я мог смириться только с Оксаной Федоровой, конечно. Одно время. Ну, то есть, я уже был совсем взрослый. Но вот Оксана Федорова хорошо еще вела из новых. Остальные мне не нравились. Ни Михалкова, ни Пореченков, ни Безруков, ни Николай Валуев. Ну, кстати, Николай Валуев прикольно смотрится в «Спокойной ночи, малыши». Нет, ладно, про Валуева беру слово назад. Значит, обратно. Ну и, конечно, этот формат, потрясающий формат, поучительная история, разыгранная куклами и мультик в конце. 70-е, 80-е годы золотые. И, ой, слушайте, а как вот не хватает сейчас этих мультфильмов из братских республик? Вот, я помню, чехословацкие, да, вот про крота. Я так любил, особенно, там же нет слов, там только междометия, особенно вот это. А-а-а! Я-а-а! Что там этот крот кричит? Это просто потрясающе. Горжемилик и вахмурка. Это как? Дети современные не знают, кто это, не знают, кто такие Лелик и Болик. Пиос-Рекс. Пиос-Рекс. Ну, это уже польские, да? То есть, вот были чехословацкие крот, коржемилик и вахмурка, и польские Рекс и Лелик и Болик. Ну, слушайте, потрясающе. А это заставка. Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай, пою, пою, пою... Какая-то музыка. Нам ведь с детства прививали любовь к джазу. Вы попробуйте, сдерите аранжировочку. Это же просто фортепианная композиция, да? То есть, сначала вроде бы так легко-легко-легко, а падишь ты. И вот этот басовый ход. Ты-ды-ды-ды-ды. Ты вот все время хочется воспроизводить. Как это все сделано, да? То есть, как это потрясающе сыграно. И сначала же вот была черно-белая заставка часики с двигающимися стрелками. Потом она стала цветной. А потом татарский на волне успеха своей пластилиновой вороной сделал пластилиновую заставку. Ой, ну, песня «Спят усталые игрушки» — это просто шедевр. В общем, в эти дни 60 лет передачи. Она выходит. Спасибо, спокойной ночи, малыши, за наше счастливое детство. Анне Шатиловой 85 лет. Она жива, слава богу. Потому что умер Виктор Балашов, умер Кириллов. И вот осталась у нас Анна Шатилова из той самой плеяды советских дикторов. У которых можно только учиться, учиться и учиться. 38-го года рождения, 26 ноября, ей 85 лет. Исполнилась, окончила школу с золотой медалью. На физмате училась в Московском областном педоинституте имени Крупской. Потом пришла на телевидение на должность диктора-практиканта. Прошла конкурс, 500 человек было претендентов, а отобрали 5. То есть 100 человек на место. Одна из 100 Анны Шатиловой. И на радио она работала вместе с легендарным Левитаном. Именно Юрий Борисович Левитан по-отечески ее опекал и во многом учил. При этом Анна не бросила институт. Правда, перевелась на филологический факультет. Молодец, наш человек. С физмата на филологический это хорошо. В 62-м году она пришла на центральное телевидение. Диктор Советского Союза вела программу «Время». Хозяйство Калужской области досрочно выполнили планы двух лет пятилетки по продаже государству всех видов животноводческой продукции. Молока отправлено на перерабатывающие предприятия 860 тысяч тонн. Мясо около 150 тысяч тонн. Сверхплановая продажа продукции государству продолжается. 2 миллиона 200 тысяч рублей прибыли планируют получить в этом году колхоз «Завета Ильича» Красногорского района Московской области. В этом году была ведущей «Голубых огоньков», праздничных концертов. Интересно, что в 73-м году ее пригласили работать на японское телевидение. Она учила японцев говорить по-русски. Там была программа «Говорите по-русски». Шатилова окончила филфак и имела привлекательную славянскую внешность. Выбор, конечно, пал на нее. Именно там, в Японии, она придумала свой классический имидж. Такой красный пиджак или любой там красный платок. И вот эту булоску со стоячим воротником. Вплоть до 1995 года она была диктором Востанкина. И продолжает работать диктором, кстати. Любит смотреть новости, документальные фильмы. И неизменно прекрасно выглядит. Многое лето, Анна Николаевна. Спасибо вам за то, что вы даете понять, каким должен быть настоящий диктор. Мы, молодые, конечно, и в подметке вам, титанам, не годимся. Но с благоговением всегда смотрим на ваше мастерство. Какой я молодой, а? Какой молодой? 50 лет уже. Тьфу. Ну, кстати, в области дикторства-то есть талантливые ребята. Тут ничего плохого сказать не могу. Люди с хорошей дикцией есть в каждом поколении. И, ну, это нормально. Хотя, конечно, все время хочется сказать, что таких мастеров, все-таки мастеров, ну, вот такого же ранга, как Балашов, Кириллов и Шатилова, я пока что-то не вижу. Ох, все это не ко времени, конечно. Борису Борисовичу Гребенщикову ныне иноагенту 27 ноября исполнилось 70 лет. Как борются во мне вот такие противоречивые чувства? Ну, мне очень жаль, да. Ну, с другой стороны, так бывает, что большой художник как-то к концу жизни меняется, скажем так, меняется. Не всегда в лучшую сторону. Общее место, все почему-то говорят про Михалкова, Никиту Сергеевича. Вот с БГ, мне кажется, произошла такая же метаморфоза. Примерно после его сольного альбома вот пришел пить воду, соль, да, то есть мне как-то стало неловко его слушать. Никогда это чувство не возникало, а тут возникает чувство, ну, вот знаете, как пожилой человек, который тебе дорог, ты его любил, и вот ты с ним идешь на публике, а у него что-то не так с гардеробом. Он, например, сильно испачкался. И даже неважно, какого происхождения, органического или неорганического, вот эта нечистота на его костюме. И почему-то ты сказать ему об этом не можешь, а он сам не замечает, но тебе от этого неловко. И я вот все время думал, ну, что такое произошло? Человек, типа, ударился в протест, да он всегда был в протесте. Но он всегда был немножечко перпендикулярно любой эпохе, любой власти. Он всегда был фрондером. В этом смысле же ничего не поменялось. А что поменялось? И я долго не мог уловить, вот что поменялось. При том, что уже давно все, конечно, эту песню поют, что музыкальные, поэтические, все это не то чтобы плохо, это все ужасно вторично. Такой причем самоповтор. Когда старые шедевры он как бы разъял на части, и из них собрал какой-то новый конструкт, но ты все равно понимаешь. Вот он, мальчик Евграф, значит, вот оно, серебро Господа моего, вот он, Иван Бодхихарма, вот у императора Нерона в гостиной жили два барона. Вот все это как это, из швейной машинки собираешь автомат. Ну, как в знаменитом анекдоте, да? И вот тут я понял, а, вот оно, из швейной машинки автомат. Дело в том, что БГ, тот, каким я его знал и полюбил, в нем было всегда очень много усмешки, улыбки и огромной любви. А ты что, действительно сам эти песни сочиняешь? Да нет, что вы, только такой необразованный мужик, как вы, может, не знать песен Гребенщикова. Кто это? Бог от него сияние исходит. То есть любовь была главным лейтмотивом. И именно любовью он побеждал там, любую косность, любые какие-то закидоны власти. То есть он с улыбкой доброго ангела парил над всем этим и каким-то образом не пачкался во всем этом. А нынешний БГ сложил крылья и взял в руки автомат. Злости в его стихах стало больше, чем усмешки и улыбки. Он иногда пытается в иронию, там типа пошел вон в Вавилон, это еще вот там есть осколки старого БГ, но это осколки. Исчезло добро из его песен. Вот что самое страшное, на мой взгляд, случилось с ним. Добра стало, ну, может быть, не полностью исчезло, его стало меньше, чем зла. Это уже не Иван Бодхихарма, даже если использовать все эти индуистские образы, это уже какая-то злобная бабка Лакшми в ожерелье из отрубленных рук и в платочке таком, знаете, бабушка, только платочек из человеческой кожи, из кожи врагов, врагов БГ. И последним альбомом того настоящего БГ, того настоящего аквариума, наверное, надо назвать Архангельск. Дальше МХО начался регресс, и ты уже там радовался какой-то удачной песне более-менее. Если раньше в альбоме тебя там, ну, раздражала одна неудачная песня, то сейчас ты слушаешь, слушаешь, а вот, ну, вот это хорошее, да. Не знаю, не понимаю. Но, с другой стороны, я понимаю, что сейчас многие им не могут сказать, что вот ты утверждаешь, чтобы БГ кончился, чтобы ты так начался, как он кончился. Я не утверждаю, что он кончился. Я думаю, что он может стряхнуть с себя этот морок, особенно если, ну, как-то непредвзято посмотрит на себя со стороны и поймет, что испачкан костюмчик-то и выключит бабу Лакшми и снова станет хотя бы Иваном Батхихармой, это будет хорошо, это будет чудо. Но пока с ним такого не случилось, пока он в таком морке, ну, так бывает, и большой художник, и большой поэт не застрахован от ошибок. В конце концов, и у Честертона, и у Мережковского в жизни бывал Муссолини. Ну, так бывает, повторюсь. Но, конечно, до всех этих прискорбных событий БГ для меня всегда был лучшим из всей нашей рок-тусовки. Я бы на одну чашу весов положил БГ, а на другую всех остальных, и БГ бы чуть-чуть перевешивал все равно. Возможно, я предвзят, возможно, я не объективен, но русский рок для меня это поиск смысла жизни, это такой поиск Бога, если можно сказать. При том, что Бога действительно пытались нащупать, как слепцы слона, пытались зайти из культуры Востока, но это еще от Бетлов пошло, от Махариши, от Джорджа Харрисона, от общества сознания Кришны. Но, с другой стороны, мне все время казалось, что УБГ это вроде бы серьезно, и, конечно, он там, типа, дружил с Сати Исаи Бабы, и Шри Чин Моем, и считал себя учеником Оли Нидала, Оли Нидала я, кстати, видел вживую, и я помню, что я был на какой-то такой организованной правительством Москвы, какой-то межрелигиозной такой тусовке, еще Чаплин был главой отдела внешних церковных связей, и Оли не дал, там, что-то прям читал лекцию, какую-то, не лекцию, но у него было просто выступление, он же старенький, совсем, ему сейчас 82 года, а потом, почему-то, он подошел ко мне, значит, я к нему не стремился подойти, но он мне так положил руку до плеча и сказал, типа, молодец, чего молодец, я там слова не сказал, ну, не знаю, наверное, его впечатлили мои размеры, но даже несмотря на все это, мне все время казалось, что убегает какой-то степ, он весь блещет, как жар птица, из ноздрей клубится пар, то ли Атман, то ли Брахман, то ли полный аватар, он сказал, у нас в Нирване все чутки к твоей судьбе, чтобы ты больше не страдала, я женюсь и на тебе, ну, или там, Харе Кришна ходит с троем по Арбату и Тверской, я боюсь, что сыт по горло древнерусской тоской, но, с другой стороны, это была какая-то растаманская культура, Джа даст нам все, на полном серьезе у нас больше нет проблем, что я могу еще, ты мой единственный дом, или, пока живы растаманы из глубинки, Вавилону будет не устоять, и даже пошел вон Вавилон, это все растаманские вот эти вот примочечки, религиозный синкретизм, конечно, в том числе, все это было проповедано, на чем ты медитируешь, подруга светлых дней, какую мантру дашь душе измущенной моей, горят кресты горячие, на куполах церквей, и с ними мы в согласии, внедряя в жизнь увей, сайрам, отец наш, батюшка, кармапа, свет души, ой, ламы, линии кагью, до чего ж вы хороши, я сяду в лотос поутру посереди Кремля, и вздрогнет просветленная сырая мать земля, на что мне жемчуг с золотом, на что мне арт-муво, мне кроме просветления не нужно ничего, мандалу с махамудрую мне светит свысока, ой, волга, волга-матушка, буддийская река, ну, и по Голгофе ходит Будда и кричит Аллах Акбар, но кажется, что христианство его увлекало всерьез в виде такого русского православия, бог, объект любви и молитвенного восхищения, и вот лучшие его стихи, они все-таки, конечно, христианские, орел, телец и лев, знакомая улыбка, да, вот бежит, ведь это же гениальная метафора, в тетраморфе кроме орла, телца и льва должен быть человек, и вот к тебе приходят орел, телец и лев и говорят, четвертым будешь? Войди в полноту Евангелия, да, ты почему еще тут все ключ в дверях вращаешь, поставить чай немедля обещаешь, а дверь держишь на этой стороне, напрасный труд, так и живем, не пропустив ни дня, но каждый день проходит словно дважды, и я все пью и мучаюсь от жажды, а гости здесь и смотрят на меня, а гениальная же метафора, да, всякие пьющие воду сию возжаждет опять, да, а кто будет пить воду, которую я дам ее, вот да, вот будет жизнь вечная, короче, Христос говорит, а я все пью и мучаюсь от жажды, вот мне кажется, что молодец тот, кто до этой мысли дошел, мне кажется, вот 70 лет Борис Борисовичу, а он все еще пьет и мучается от жажды, но я верю, что гости по-прежнему здесь и еще смотрят на него, четвертым-то будешь, ну, а серебро господа моего, разве я знаю слова, чтобы сказать о тебе, о тебе с большой буквы, конечно, 70 лет, а когда было 25, да, было другое чувство, может статься, что завтра стрелки часов начнут вращаться назад, и тот, кого с плачем снимали с креста, окажется вновь распят, и нежные губы станут опять искать своего Христа, но я пел, что пел, и хотя бы в том совесть моя чиста, я счастлив тем, как сложилось все, даже тем, что было не так, даже тем, что ветер в моей голове и в храме моем бардак, я просто пытался растить свой сад и не портить прекрасный вид, и начальник заставы поймет меня, и беспечный рыбак простит. Ветер в голове и в храме бардак. Когда-то у БГ были силы это признать, сейчас он считает, что он прав во всем. При этом, конечно, он критиковал церковь всегда, ну и сегодня, в принципе, особо и не изменилось, да, будешь в Москве остерегайся говорить о святом, да, а в юности это был «Хочу видеть доктора с лекарством в чистой руке или священник, с которым я смогу говорить на одном языке». Мне все время хотелось сказать, вот я, поговори со мной, Борис Борисович, мне кажется, мы на одном языке сможем говорить, но не случилось с ним лично познакомиться, назолотили крестов, навтыкали где ни попади, да поменяли на вино один, который был дан. А с другой стороны, ну то есть, вот да, антиклирикализм, конечно, был всегда недоверие церкви, а с другой стороны, прими, Господи, этот хлеб и вино, смотри, Господи, вот мы уходим на дно, научи нас дышать под водой, прими, Господи, хлеб и вино, эльвация, да, вот восходящий эпиклезис, западные литургии, а еще ведь возьми меня к реке, положи меня в воду, учи меня искусству быть смирным, крещение, да, то есть, тоска по таинствам-то есть, желание таинств, но непонимание, что без церкви не может быть ни таинств, ни благодати, плохие священники, конечно, есть, встречаются, но это не повод отвергать церковь как тело Христова, любимого, да, которого с плачем снимали с креста, и конечно, да, то есть, поколение дворников и стражей, это нас, я тоже из того поколения дворников и стражей, только я младший представитель этого поколения, а Борис Борисович старший представитель того поколения, но ведь там-то есть слова молись за нас, молись за нас, если ты можешь, если вот тот БГ молись за нас, если ты можешь, и он мог признать бардак в храме и ветер в голове, то сегодняшний БГ это мир говорит, как ты можешь быть так спокоен, надвигается шторм, который разорвет самую суть бытия, а я говорю, мир, ты не понял, да, надвигается шторм, шторм, это я, кажется, вместо роли грешника перед божьим судом, Борис Борисович пытается примерить мантию судьи и даже карателя, ну, я и говорю, да, это такая баба лакшми в платочке из человеческой кожи, очень и очень жаль, при том, что талант, конечно, не пропьешь. Поэтому Борис Борисовичу многое лето, 70 лет, и, может быть, все-таки однажды он вспомнит ту молитву, которую молился сам, так причислено скандилом или среди зверей, но только не молчи, я не могу без огня, и где бы я ни шел, я все стучусь дверей. Так, Господи мой Боже, помилуй меня. Да будет так. 60 лет Владимиру Львовичу Машкову 27 ноября исполнилось, он родился в Туле в актерской семье, потом семья переехала в Новокузнецк, потом в Новосибирск, то есть тяга к городам с названием Ново, потом нужно было в Новосаратовку, потом в Новороссийск, наверное, переехать, но нет. Ладно, в общем, он после школы поступил в Новосибирский университет, потом бросил его, пошел в Новосибирское театральное училище, его выгнали там за драку, уехал в Москву, в школе студии МХАТ учился, потом его отстранили на год, он устроился работать во МХАТ декоратором и снова начинает заниматься на курсе у Олега Табакова, оканчивает школу студию МХАТа и переходит в театр Табакова. Конечно, мы все знаем его звездные роли, принесшие ему славу, это фильмы Вор и Лимита, но на мой взгляд его режиссерский дебют потрясающий, это Сирота Казанская, такой новогодний фильм, его показывают под Новый год постоянно, и шикарные совершенно актеры и шикарные и шикарные в chociaż DV. Редактор субтитров А.Семкин И сюжет, и снято это очень и очень хорошо. И даже по фильму понятно, кто настоящий отец. Точно не эти трое. Там есть эпизодический такой герой Виктора Павлова. Ну, совершенно понятно, кто настоящий отец. Все это письмо, это такая мистификация матери. А с другой стороны, все трое становятся, ну, как бы, отцами для нее. А потом и дедами для ребенка. Не, отличный фильм. Хороший очень. Мне нравится. Но для меня, конечно, не вор и не лимита. Главные фильмы Машкова, ну, как актера. В порядке возрастания топ-3 для меня, конечно, это американская дочь. Это мой папа, миссис Болт. Я думала, мистер Саймон твой отец, Энн. Это мой настоящий папа. Русский. Ты помнишь, как мы жили? У нашего дома был сквер. Там были качели, ты любила кататься. Помнишь? А бабушку помнишь? Мы все время с ней разговариваем о тебе. Она тебя ждет, она жива. А ты, приятель, я смотрю, не очень-то разговорчив. Он немой. Немой? То-то я смотрю, он все время молчит. Он что, с рождения такой? Ну, не могу сказать точно. По крайней мере, с тех пор, как я себя помню, он не сказал ни слова. А знаешь, парень, тебе повезло. Никто не читает лекции тебе, никто не пристает к тебе. Вот я помню, когда мой старик начинал наезжать на меня, так я все думаю, что бы ты анимел. Ну, а мать твоя как? Говорит? Нет, она тоже немая. И бабушка моя немая. Вся семья у нас немая. Ни хрена себе. Так ты что, единственный, кто может говорить? Выходит, так. А я играю на гитаре и пою. Поехали гитару? Да. В оркестре. В оркестре? Ага, в оркестре. В оркестре. А ты помнишь, как я тебя один раз потерял? Помнишь? Я и ты? И ты? И я. Пошли в запад. Ты была маленькая. Ты маленькая. Ты литл. Да, маленькая. Ты и я пошли в зоопарк. В парк. В зоопарк. Ну, где животные? Ну, там животные. Там слон был такой, с обыдом, с ушами. Такой. Элефант? Слон. Слон. Элефант. Элефант? Элефант. Элефант, да, слон. Потом, кто там был еще? Эти, обезьяны. Обезьяны. Вот эти. Монки? Монки. Монки. Обезьяны. Зоопарк. Помнишь? Да, зоопарк. Кто там был еще? Ну, пингвины. Да, пингвины. Пингвины были еще. Ты помнишь пингвинов? Помнишь? И я, я пошел. Я, я пошел пить пиво. Бир? Бир. 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 Я пошел. А ты? Ты пошла смотреть на этих. На верблюдов. Верблюд такой, знаешь, с губой. Такой. И горбатый. Кэммл? Кэммл, точно. И ты смотрела, а я пошел пить. Пить. Я пил, пил, пил пиво. Потом я пришел. Я. Назад пришел. И назад. Назад пришел. Назад. А ты ушла, да. И я... Где ты? Я тебя не нахожу. Где ты? Аня, Аня. А тебя нет. Помнишь? А вот ты помнишь, как по-русски вот это называется? Вот это. Нос. Нос, да. Как у Буратино. Нос. Вот это. А вот это? Уши. Ирс. Уши. Ирс. Ирс. Вот это. Вот это. Липс. Липс. Губы. Вот это. Брови. Айбраус. Вот это. Волосы. Волосы. Вот это. Руки. Хэнс. Руки. Руки. Вот это ноги. Лэгс. Лэгс. Ноги. Ноги. Вот это что? Палец. Как? Фингер. А, палец. Ага. Палец. Я. Я. Я иду. Я иду. Бок. Что, у вас опять живот прихватился? Боюсь, так, девочка. Я думаю, что я нужна. Пойду-ка я прогуляюсь. Поехали. Мы поедем в Мексику, папа. Я немного полежу, и мы поедем. Хорошо? Слушай, а как будет это слово по-русски? Конечно. Конечно. Но я-то еще буду здесь. Да ничего. Я могу и подождать. Аню-то. Эй, Смит! А ты-то куда собрался? Ну как, ребята, готовы? А куда мы летим, мисс? В Россию, к бабушке. Мы летим в Россию. У нас там бабушка. Ну там потрясающую девочку, конечно, нашли. Это невероятно. Но это ведь конец 90-х. У меня у самого в 98-м году родилась дочь первая. И я смотрел этот фильм. И экстраполировал все как-то. Хотя же она никогда не давала повода. Полной экстраполяции. Мы с женой живем дружно, душа в душу. Уже 26 лет. Конечно, «Американская дочь» это потрясающий фильм. И Машков. Ну там просто герой. Конечно, это сказка. Конечно, особенно финал, когда девочка прилетает за папой на вертолете в американскую тюрьму и похищает его. Ой, слушайте, а как там вот эта история, когда полицейский их отпускает? Как там вот это вот, когда дочка заболевает, и он понимает, что чтобы ее спасти, надо сдаться и сесть в тюрьму, и не отказывается от дочери своей? Ой, ребята, не-не-не, я этот фильм люблю нежно с тех самых вот конца 90-х. Дальше это, конечно, Давид Маркович Гоцман в ликвидации. Ликвидацию мне очень нравится. Я, конечно, посмотрел «Гоблина» и «Клима Жукова» разгромные рецензии. Посмотрел с интересом, с «Гоблиным» и «Климом Жуковым» согласен на 100%. Да, фильм «Развесистая клюква», да, безусловно. Ну, что делать? Что делать? А мне фильм понравился. Ну как, это, считайте, как такая альтернативная реальность. Альтернативная реальность. Да, в действительности все было не так, но «Машков Гоцман» — это, конечно, потрясающе. Почему один как броненосец? Андрей Астапович, да если бы я не взял этих пацанов на бзду, они бы шмалять начали. Столько бы пальбы вышло, волос стынет. А тут ребенок скрипку пилит, мамаша умирает на минутку. Что ты ходишь здесь, как скипидарный, туда-сюда, туда-сюда? Доктор сказал, ходить ходю. Полезно для здоровья. Доктор, ну, ходи, ходи. С другой стороны, вот есть фильм «Большая перемена». Ну, чудовищный сценарий. Чудовищный сценарий, который вытягивают отличные актеры. То есть ты смотришь «Большую перемену», и ты не понимаешь просто, что курили сценаристы, как вообще можно было такое придумать, написать. А самое главное, как всерьез можно это играть. А фильм-то прекрасный. Так же и с ликвидацией. Фильм прекрасный. На каждом шагу ты понимаешь, что, ну, то есть тебя считают, видимо, за идиота. То есть как это все можно было придумать и написать. Но фильм держит тебя и нравится. Но, наверное, на первом месте для меня это фильм «Папа». Главная роль папы, главного героя, которого играет Бероев. Папа, еврейский папа. Из местечка. Но я не знаю, это надо смотреть. Чтобы твой сын узнал, с чем кушают счастье. Вот папа в лепешку расшибется ради этого. Не знаю, кто не смотрел еще фильм «Папа», обязательно посмотрите. Может быть, поэтому Машков после этого фильма так ненавидит фашизм и верит в Бога. Многое лето, Владимир Львович. Спасибо за ваше искусство. 22 года назад, 29 ноября 2001 года, умер Джордж Харрисон. Да, дата не круглая, но, извините, бетловские даты я стараюсь не пропускать. Иногда пропускаю уже по старости, по маразму. Но это был шок, конечно. Потому что 2001 год, смерть Харрисона. И из четырех бетлов уже осталось только двое в живых. А Джордж-то был ведь самым молодым. Его же Лену не хотел брать, потому что малявка 43-го года рождения. Ну, серьезно. Ему даже 16 лет не было. Их в Гамбург не пустили. Ну, там была целая история. Но зато Харрисон лучше всех их играл на гитаре. Знал все аккорды. Соло мог подобрать любое. Постоянно совершенствовал свою игру. Я не буду повторяться. Я довольно много уже про него рассказывал. Я тут недавно посмотрел интервью с Полом и Ринго. Они описывают последние дни Харрисона. Когда они приехали к нему домой. Он уже болел. И всем было понятно, что он скоро умрет. И поначалу они испытывали неловкость. А потом как-то они вспомнили юность свою. А было что вспомнить. Они хохотали. Джорджу периодически становилось плохо. Он принимал какие-то там лекарства. Видимо, обезболивающие. Но не хотел ничего слышать. Провел этот день с друзьями. И когда он уже окончательно вымотался. Они попрощались. Понимая, что больше никогда не увидятся. И вот когда и Пол и Ринго об этом рассказывают. Видно, что они внешне пытаются сохранить. Ну, вот эту вот. Как бы маску. Ливерпульских пацанов из рабочих районов. Ну, типа. Ну, что ж. Судьба такая. А видно, что на глаза у них наворачиваются слезы. Перехватывает горло. Когда они вспоминают вот тот последний день. Когда они с Джорджем виделись. Они специально приехали, понимая. Что скоро его не будет. Все понимали. Ну, рак. Все. Последняя стадия. Там никак. И хочется. Безумно хочется о нем молиться. Но он, конечно, был индуистом. Он не был христианином. Хотя. Кто знает, что там было с ним в последние его дни. В последние минуты. Все-таки он был наверняка крещен в Англии. Родится в 43-м году. Нет. Тогда детей крестили, конечно. Все еще помнили эти бомбежки. Фашистские бомбежки. Ну, дай бог, чтобы все-таки перед смертью он обратился к Христу. Мог раскаяться. Может быть, даже исповедовался. Мы ведь не знаем. Был ли священник, в конце концов, у него. Или еще как-то. Все это тайно покрытое мраком. В любом случае, Килейна от Джорджа Харрисона я тоже молюсь. Ну, и сегодня лишний повод послушать его песни в составе Битлз. Те песни, которые после Битлов, особенно там, Мэй Светлорд, посвященные Кришне, можно и не слушать. А вот битловские песни, песни битловского периода, переслушать, конечно, надо. Спасибо, дорогой Джордж Харрисон, за наше счастливое детство. Так, у православных начался пост. Пост у нас на подходе, 27 ноября, день памяти апостола Филиппа. Поэтому, кстати, вот после дня памяти апостола Филиппа, по восточному календарю, начинается пост. Его называют филипповским еще, хотя почему филипповский? Ну, типа, ведь должно же, ну, как-то это, то, чем заканчивается пост, а не то, чем он начинается. То есть, великий пост заканчивается Пасхой, вот он великий, да. Ну, ладно, успенский пост заканчивается Успением, а почему-то здесь филипповский пост, хотя он заканчивается Рождеством. Ну, рождественский, конечно же, он. И в исторических источниках этот пост упоминается, начиная с 4 века. И пост накануне Богоявления с 3 века уже точно соблюдала церковь. И изначально этот пост длился 7 дней, потом в 12 веке на Востоке он стал 40-дневным. Иоанн Златоуст пишет. На Западе этот пост начинается у нас в первое воскресенье Адвента, но по воскресеньям мы не постимся, как и древняя церковь делала. Я вообще, кстати, вот не понимаю немножечко этого лицемерия, почему там великий пост, он 40 дней, но на самом деле 54 дня. Потому что раньше на Востоке постились, ну, как бы только по будним дням, а субботу и воскресенье не постились, поэтому 40 дней получилось. Сейчас постятся 54 дня, то есть, ну, как бы в субботу и воскресенье тоже постятся. На мой взгляд, это как-то очень странно. Это как раз нарушение древних канонов. Понятно, что монахи, монашеский устав может быть любой степени строгости, но мирянам-то зачем все это предписывать? Да еще там строго говорить им, что вот понедельник, среду и пятницу растительное масло не употреблять, рыбу только в субботу и воскресенье и великие праздники. И самое главное, что все пальчиком грозят, а никто этого не исполняет. То есть, я прям вот смотрю, и мне все время хочется сказать, братья и сестры православные, вы зачем такой суровый постный устав декларируете? Вот, причем не просто вы там стесняетесь его, а вы его декларируете, а потом его же нарушаете. Особенно Новый год. Да, там Новый год, значит, ну, типа, потом все дружно идут на исповедь. Ну, типа, зная, что мы все равно будем нарушать, сходим на исповедь. Так это тоже грех, ребята. Это, на самом деле, ведь очень серьезный момент, я как бы вот так вот думаю, боже мой, чем дольше живу, тем больше я об этом задумываюсь. Вот мы договариваемся и что-то постулируем, а в Библии сказано, лучше тебе не говорить, чем сказать, дать какой-то обет и потом его не исполнить. Это же реально, ты сам умножаешь свои грехи. Кто тебя тянул за язык? И те, кто вот считают себя верными чадами православной церкви, либо они вынуждены тогда соблюдать этот договор, потому что договорились, да, дали обет перед Богом. И мучиться, да, и противостоять миру, и тут им честь и хвала тем, кто так делает. Но большинство-то так не делает, вот что плохо. А ведь все, что не по вере, грех. Вот я уже говорил про субъективный, объективный грех. То есть вы согласились быть православным, согласились с вот этой восточным календарем литургическим, с восточной духовностью, приняли этот устав, в том числе и постный. И надо быть честным, а иначе, если вы это все нарушаете, то вы однажды совершите смертный грех и окажетесь в аду. То есть вы или отпадете от Христа. Да, и многие отпадают от Христа, ведь потому что люди понимают, что то, что вы декларируете, вы не исполняете. В этом смысле старокатоликам быть гораздо, конечно, выгоднее. Мы меньше декларируем, да, у нас постный устав достаточно такой щадячий. Кроме того, мы в воскресенье не постимся, поэтому вот начнется адвент, но в воскресенье, может быть, есть все. А вот с понедельника по, значит, субботу до адвента у нас запрещено мясо. Вот, при этом разрешена рыба, разрешены яйца. То есть, пожалуйста, то есть от мяса воздерживаемся. Такой вот постный устав. Ну, есть еще количественный пост. То есть, когда ты один раз только до 100 ешь, а там два раза, ну, не более 60 граммов твердой пищи. Это будет в канун Рождества 24 декабря. Будет квартальный пост. Среда, пятница и суббота. Между третьим и четвертым воскресеньем адвента. Ну, а так, ну, евхаристический пост у нас один час до начала мессы, независимо от времени ее совершения. За один час нужно прекратить есть, можно водички попить. Формальную часть поста у нас довольно легко выполнить. Труднее, значит, духовную часть поста выполнить. Потому что оставить грехи всегда тяжелее, чем перестать есть мясо. Ну, с другой стороны, не бывает мелочей. С другой стороны, не бывает мелочей. И здесь я с большим уважением отношусь к тем моим православным братьям и сестрам. Кто совершает то, что по вере, то, во что они веруют, во что они согласились веровать, они это соблюдают. И, конечно, мне очень жаль тех, кто внешне все это декларирует, согласился верить. Но это все дело нарушает. Потому что все, что не по вере, грех. Ну, тяжело. Тяжело, конечно. И здесь, я еще думаю, ответственность несет церковное священное начале. Потому что связывать бремена тяжелые и неудобоносимые, это не очень хорошо. Не очень хорошо. Ну, решили, значит, помогайте своей пасте. Многие помогают, пытаются помочь. Правда, не очень пока получается. Ну, да ладно. Поэтому вот у наших православных братьев и сестер начался Филиппов пост. Рождественский пост. Будем так все-таки его называть. И у нас адвент с понедельника. То есть 3-го у нас числа, 3-го декабря. Первое воскресенье адвента. И, соответственно, 4-го декабря мы начинаем поститься. Всем хорошего поста и духовных свершений и победы над грехом. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Увидимся с вами. Ну, давайте. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok